Если для Азербайджана это этно-территориальный конфликт, то для армян это экзистенциальный конфликт, потому что речь идет о выживаемости армянской нации. Но куда девать Нагорный Карабах с армянским меньшинством, с армянской культурой? Военную помощь предоставляет Азербайджану Турция, член НАТО. Турция же не просто так не признает Крым российским, потому что она считает его своим. Всем привет! В эфире «Говорит и доказывает Карасев». О чем будем сегодня говорить и доказывать? Показывать, доказывать и говорить. О конфликте вокруг Нагорного Карабаха, о позиции Украины, о том, какие тут у нас совершенно неожиданные повороты, развороты и риски возникают, если украинская внешняя политика, украинское общественное мнение будут заточены только на поддержку одной стороны. Я это к тому, что если в первые дни этого конфликта между, да не конфликта уже, наверное, войной полноценной, между Азербайджаном и Арменией, наш МИД вел себя осторожно, так аккуратно, держал нейтралитет и уклонялся от каких-то заявочных, серьезных позиций, то вот в последние дни МИД фактически в своих заявлениях становится на сторону Азербайджана. Я понимаю, что в Азербайджан страна, у которой есть территориальный конфликт, на территории которой есть территориальный конфликт, которая потеряла часть территории и которая де юре ведет боевые действия в регионе Нагорного Карабаха на своей юридической территории, но тем не менее не все так однозначно. Если для Азербайджана это этно-территориальный конфликт, то для армян это экзистенциальный конфликт, потому что речь идет о выживаемости армянской нации, если углубиться в историю, что в общем-то не всегда может быть и правильно, но в данном случае это правильно, то Нагорный Карабах исторически принадлежал армянам. И конечно же решать вопросы отношений армянской общины или армянского меньшинства в рамках территории Азербайджана нужно все-таки иным путем. Да, Советский Союз заложил много этно-территориальных мин, создав вот эти, скажем так, титульные нации в отдельных республиках, которые после распада Советского Союза трансформировались уже в титульные национализмы. Кстати говоря, только Беларусь и Российская Федерация не имели и не имеют своих титульных наций. Остальные все республики географические, скажем так, понятия, они имели титульные нации, хотя являлись географическими понятиями. Ну, например, Украина понятие географическое, не этническое. Но это почему-то дает титульное, скажем так, право титульной нации, украинской культурной нации, ну, которая сегодня, скажем так, скорее имеет границы западноукраинского и центрально-западного культурного ареала, а вот претендовать на полное интеллектуальное, культурное, идеологическое доминирование. Хотя экономических предпосылок для этого, собственно говоря, и не было ни в 91 году, ни сейчас. Вот тоже касается Азербайджана, где титульная, скажем так, нация азербайджанцев, кстати, она, скорее всего, вот она в современном понимании была создана как раз в рамках Советского Союза, вот сегодня претендует на то, чтобы превратить всю территорию Азербайджана в этнически гомогенное азербайджанское государство, или этническое гомогенное однородное азербайджанскую нацию. Но куда девать Нагорный Карабах с армянским меньшинством, с армянской культурой и так далее, и так далее. Но я это к чему, вот такой, скажем так, коротенький исторический экскурс. Не все так просто, поскольку для армянской нации, учитывая историю с армянским геноцидом и так далее, это проблема не этно-территориальная, это проблема экзистенциальная. И сегодня, учитывая то, что все-таки за Азербайджаном стоит и Турция, которой есть свой интерес для того, чтобы, скажем так, пошуровать на Южном Кавказе, в Закавказе, выстраивать свои, скажем так, турецко-тюркский мир. Но это одна ситуация, но с другой стороны есть Армения, которая тоже находится в достаточно сложной ситуации. А учитывая то, что в Украине большая армянская диаспора, это примерно где-то 500 тысяч, украинских граждан этнического происхождения, армянского этнического происхождения, ну, чуть поменьше, но достаточно влиятельная в бизнесовом отношении, азербайджанская диаспора всегда такого рода решение, когда сталкиваются два государства, армянское, например, и азербайджанское, в этно-территориальной конфликте, которая трансформируется в войну, украинской власти всегда надо быть осторожным, потому что речь уже идет не только о внешнеполитическом заявлении, внешнеполитической позиции, отношениях, оценках страны относительно внешней войны или внешнего конфликта. Речь идет о внутренних факторах дестабилизации или стабилизации, потому что это касается уже напрямую в Украине. И такого рода заявления внешнеполитические надо делать с учетом внутри политической ситуации. А это, кстати говоря, во многом было связано и с тем, что, ну, понятно, ситуация с Крымом, ситуация с Донбассом, с тем, что Россия аннексировала Крым, с тем, что Турция не признала Крым российским и, в общем-то, стала на сторону Украины, как, собственно, и Азербайджан. А Армения, вот, дескать, является союзником Российской Федерации по ДКБ, ну и так далее, и так далее. Вот это как бы является, ну, таким аргументом, может быть, даже для кого-то основным, почему украинская внешнеполитическая позиция и политическое руководство склоняется на сторону Азербайджана. Но это не о чем, потому что надо учитывать более сложные конфигурации, более сложный контекст вот этих всех событий, конфликтов и войны. И мы привыкли всегда, что свои внешнеполитическую позицию мы формулируем, ну, фарватере или брусли наших западных партнеров. Вот всегда западные партнеры свою позицию, затем уже мы, скажем так, присоединяемся как некий добавочный элемент, как некая добавленная стоимость к тем или иным заявлениям, акциям и внешнеполитическим реакциям наших западных партнеров. Но, во-первых, сегодня мы видим, что Запад пока не сформулировал свою позицию. Не все так там просто. Потому что НАТО, в общем-то, против эскалации военного насилия на территории Азербайджана, вокруг Нагорного Карабаха. Но, с другой стороны, фактически, так сказать, ведет прокси-войну на этой территории, военную помощь предоставляет Азербайджану Турция, член НАТО. И не все так здесь просто. А, во-вторых, ну, мы привыкли к вот этой, скажем так, добавочной субъектности. Ну, легко спрятаться за спинами старших товарищей, западных друзей, западных партнеров и формулировать свою позицию. А вот когда ситуация на Западе, западная позиция не совсем еще определена, или когда интересы Запада и интересы Украины, они же не обязательно должны совпадать. Тем более, они не торжественны, они могут и не совпадать. Вот здесь собственной, скажем так, самообосновывающей, автономной субъектности Украине не хватает. В данном случае мы пошли по пути, ну, скажем так, неправильному. Вот не способны пока еще на самообосновывающую субъектность, на самостоятельную субъектность, самовырабатывающуюся субъектность. А потому что никогда не сталкивались с такими проблемами. И вот главный критерий при формировании собственной субъектности, а не добавочной субъектности, должен стать внутриполитический фактор. Не просто внешнеполитический фактор, как будто в Украине ничего такого нет. Это такое, скажем так, пустое в этнополитическом отношении место. Вот она автоматически, внешнеполитическая позиция, она автоматически принимается. Нет. Ваша субъектность зависит от того, способствуете ли вы, внешнеполитическая субъектность, способствуете ли вы внутренней стабилизации, внутренней консолидации, либо наоборот. Вы делаете все своими неумными, неразумными шагами, действиями, заявлениями, анонсами и прочими оценочными суждениями, для того, чтобы расколоть, растращить, создать точки конфликтности, точки напряжения и так далее. А нельзя посмотреть на несколько шагов вперед. Ведь политика, внешняя политика, геополитика – это многоакторные и многоактные действия. Многоактов, многотактов здесь. Сегодня Турция союзник, понятно, по ситуации в Крыму. Россия враг, а послезавтра или послезавтра может быть все наоборот. Потому что если Турция же не просто так, не признает Крым российским. Потому что она считает его своим. И я не думаю, что они считают пока украинским. Это пока все, скажем так, внешние какие-то заявления для того, чтобы пока преждевременно не открывать карты. Мы подумали об этом или нет? Мы подумаем, что вслед за Крымом и южные регионы Украины. Может быть, не все надо делать автоматически. Вот на таких рефлексах, рефлекторно. Рефлекторно, знаете, рефлекторно – это вот в качестве примера, когда светофор. Красный – иди. Ой, простите, красный – стой. Зеленый – иди, желтый. Ну, думай, идти или не идти, подождать и так далее. Вот это рефлекторность. А есть еще и рефлексия. Рефлексия, так сказать, удвоение, обдумывание, скажем так, некая пауза, возвраты к исходным установкам для того, чтобы вынести окончательное решение. Поэтому в политике должна доминировать не рефлекторность, а рефлексия, чего нету, кстати говоря. Вот часто не хватает, кстати говоря, Украине. Так что нужно вот эти вещи тоже учитывать. Одно и последнее. Посмотрите по поводу заявления соприседателей Минской контактной группы по Нагорному Карабаху. Куда входит США, Франция и Российская Федерация, и Путин. Вчерашнее заявление Путина, Макрона и Трампа по поводу того, что необходимо прекратить эскалацию, деэскалировать конфликт, сесть за стол переговоров. Ну, перед этим, конечно же, надо прекратить военные действия и так далее. Вы видите, позиция, да, формально это члены Минской контактной группы, но их же позиции совпадают. Их же позиции совпадают не потому, что они только соприседатели этой Минской группы, а потому, что у Трампа и у Эрдогана напряженные отношения. Эрдоган достает уже американцам на Ближнем Востоке, в Среднем Востоке, в Восточном Средиземноморье, в регионе Ливии и так далее. А это уже достает и Макрона, потому что это уже сфера интересов, зона влияния Франции, Ливия, Северная Африка и Путин здесь. И получается, что не все так просто. Нет позиции НАТО, которая бы там одобряла или, скажем, не принимала позицию, осуждала позицию Эрдогана. Но в данном случае речь идет о другом. Не НАТО, а Америка, Франция, Россия. Члены Совета Безопасности, члены ядерного клуба. И у них общая позиция. И тут уже не сыграешь на противоречии. Вот Запад против России. Давай бегом бей Россию, спасай Украину. Перефразирую одно известное антисемитское выражение. Ну не буду говорить его, конечно же, прямую. Но что это такое? Значит, это уже несколько другие повороты. Нет сегодня стабильных союзов, стабильных, скажем так, союзников. Формируются гибкие одноразовые геополитические коалиции. И тут главное не затеряться, не путаться под ногами таким странам, как мы. И таким министрам, и министерствам внешней политики, как у нас. Надо же немножко просчитывать на будущее. Дальше видеть. Дальше видишь, лучше идешь. Лучше идешь, лучше спишь. Действуешь тогда лучше. Так вот, ситуация следующая. Тут уже не поиграешь на противоречиях, скажем так, Америки и России, и Франции. Да, есть свои там новички, старички, Навальные, Тихановские, Лукашенко, Беларусь и прочее, прочее. Но когда клюет геополитически жареный петух, когда возникают серьезные военные, очаги военных эскалаций, тут уже не до вот этой геополитической холодной войны, потому что горячая война. И тогда надо холодную войну временно хотя бы прекращать для того, чтобы как-то купировать вот эту настоящую горячую войну, потому что счет идет на сотни тысяч убитых уже. И пока не видно, как этот конфликт или война будет завершаться. Тем более, как будет разрешаться сам конфликт. Так вот, это еще один, скажем так, пример того, как надо быть более дальновидным. Потому что мы думаем, что вот Турция и Арбержан показывают нам, как решаются территориальные конфликты, и вот мы можем тоже там со временем взять на вооружение этот опыт. А может быть по-другому все получится. Может быть сейчас, учитывая то, что Путин сейчас вот в этом совместном заявлении с Трампом и Макроном, ну миротворец, скажут вместе Путин и другие члены нормандского формата, наши партнеры по нормандской четверке, может быть и вам надо как-то уже начинать более реалистичный, более последовательный мирный процесс. Ведь Путин же миротворец на Нагорном Карабахе, ведь Путин занял конструктивную позицию, по сравнению, по крайней мере, с Турцией. Значит и вам надо, украинцы, тут как-то тоже уже не заниматься вот этими постоянными акцентами, так сказать, акцентированиями, таким самовозгонкой, вот в названиях там или там определениях России как агрессора, страны, которая, скажем так, не желает Украине мира или компромисса и так далее. Может это нужно как-то поменять отношения, чтобы за нас потом не поменяли, чтобы мы все-таки успели поменять свою позицию до того, как поменять позицию наши нынешние западные партнеры и потом нас не застали врасплох. Это очень важно, как и важно то, что все-таки надо понимать, что Россия от нас хочет. Она хочет уничтожить Украину или она желает, чтобы Украина пошла на какой-то компромисс по НАТО, по Европейскому Союзу, по другим, по гуманитарной политике, по Донбассу и так далее. Да, не отрицая аннексию Крыма и то, что Россия ведет прокси войну до Донбасса, и то, что Россия как себя вела в 2014 году, тут никто это не отрицает. Но нельзя же жить в прошлом. Для того, чтобы идти в будущее, нужно иногда что-то забыть. Память – это диалектика бытия и забвения. И для того, чтобы память была продуктивная, полезная, для того, чтобы создавать будущее с помощью полезных инструментов, в том числе того, что произошло между странами, нужно какие-то вещи затенять, другие приоритизировать, выпячивать, актуализировать. В данном случае, мне кажется, что вот то, что Макрон, Путин и Трамп выступили с общей позицией, выступили с общим заявлением, в роли миротворцев, или посредников, возможно, будущих, в войне между Арменией и Розебержаном, говорит о том, что не всегда Запад рассматривает Россию как врага, как противника, а иногда как дипломатического партнера. И нам тоже надо научиться быть такими гибкими. Но главное, любая внешнеполитическая позиция, она должна исходить из того, усиливает эту Украину или ослабляет, создает новые точки конфликтности в стране внутри, или наоборот, создает все предпосылки для общественной, гуманитарной, культурной консолидации. Есть консолидация внутренняя, всегда будет более сильная внешнеполитическая позиция. Это был Блок, говорит и доказывает Карасев, как всегда. Смотрите и до следующих встреч. Будем говорить и доказывать.